Оркестр цветы флаги. Все это в честь Афарбит Салиева. Он единственный ветеран Дегорского района. У дома фронтовика собрались сельчане, юноармейцы, школьники. Оркестр в ожидании, музыканты волнении. Готовились всем селом. Чтобы посмотреть специально подготовленный для него мини-парад, он выходит из дома. Оркестр играет песню «День Победы». А юноармейцы, школьники и жители села поздравляют фронтовика и просят его возглавить колонну и проехаться по основной улице на ретро-автомобиле военных лет. Равнение! Равнение на середину! Товарищ участник элегантский класс юноармейцы, для торжественного шествия построены. Разрешите, чтобы возглавили парадное шествие. Война! Война! Импровизированный парад по улицам села машин с флагами. 9 мая в Дурдуре всегда начинается с праздничного шествия. Этот год не стал исключением, говорит Николай Курзасов. Пока мы помним нашу историю, мы живы, мы отстоим. Как только мы забудем свое прошлое, своих старших, все, эта жизнь закончилась. Вот это мое мнение. Сельчане понят и с особым трепетом относятся к именам героев и защитников Родины. Поздравление ветерана, торжественное возложение святов к памятникам воинской славы – это уже традиция. В этом году в шествии здесь приели участие больше ста человек. Для меня важно то, что сегодня российский народ и прогрессивное человечество отмечает День Победы. День Победы – это для простого народа. Да будет мир, благоволение в людях, в великой нашей России, в маленькой нашей Осетии и в каждом доме. Парк воинской славы – это особенное место не только для жителей села, но и для Сафарбицалиева. В родном селении Дурдур по инициативе ветерана появился парк в память о погибших. Стенды повествуют о судьбах защитников Родины. Среди них герои и выдающиеся полководцы не только Северной Осетии, но и Советского Союза. Памятные таблички устанавливали под четким руководством ветерана. Особая гордость фронтовика – это артиллерийское орудие. Для него это не просто экспонат. С такой боевой пушкой он прошел всю Великую Отечественную войну. Для Сафарбицалиева было делом чести создать еще одно памятное место в родном селе. 9 мая – не потому, что я воевал, не потому, что я защищал Родину. Я обязан был, я должен был, потому что на нас напали. Мы их не просили, мы их не приглашали, они нас напали. А мы должны были защищаться. Я этим себя, конечно, только хвалю, потому что я дал отпор. Какой надо было, такой отпор дадим нашим врагам, фашистам. И этот праздник я считаю, и я думаю, что и все люди считают, самым дорогим праздником нашей жизни, в жизни Советского Союза, российского народа и так далее. Сегодня для ветерана играет любимые песни военных лет. Дети рассказывают стихи. Он при полном параде на груди ордена, а с лица не сходит улыбка. Сюрприз для одного превратился в праздник для всего села. Принимая поздравления, Сафарбицалиев скромно говорит, что он не герой, а был солдатом Отечества. На войну из Дурдура ушли более 700 человек, большинство не вернулись. Сельчане свято чтут память о своих героях. Людмила Кольева, Михаил Безуглов, 15 регион.